В этом видео мы расскажем, как создавать и настраивать услуги. Услуги – это любые виды деятельности, работы и задачи, которые выполняют сотрудники компании и за которые получают деньги. К услугам относятся абсолютно разные виды деятельности – от стрижки и маникюра до консультации врачей и групповые занятия по йоге и аэробике. Все услуги распределяются по категориям. Категория – это раздел или папка с несколькими видами аналогичных услуг или работ. Чтобы добавить новую категорию, перейдите в основное меню в раздел «Настройки» – «Категория настройки записи» – «Услуги». Нажмите кнопку «Добавить категорию». Откроется новое окно, в котором нужно внести информацию о категории. Укажите название категории. Например, «Массаж». В этой категории будут содержаться услуги со всеми видами массажа, которые есть в компании. Укажите название для онлайн-записи. Это название категории будут видеть клиенты при онлайн-записи. Если поле оставить пустым, будет использоваться основное название категории. Выберите, какие услуги будут входить в эту категорию – «Общие», «Мужские» или «Женские». Подразделение относится к расширенным настройкам. Оно может понадобиться позже при настройке аналитики в сетевом интерфейсе. Мы расскажем об этом в отдельном видео. В конце обязательно нажмите кнопку «Сохранить». Теперь категория будет отображаться в общем списке в разделе «Услуги». Чтобы отредактировать уже существующую категорию или удалить ее, нажмите на кнопку «Изменить». Для удаления категории нажмите «Удалить». Категория будет удалена со всеми входящими в нее услугами. Чтобы добавить услуги, нажмите на папку с названием категории. В открывшемся новом окне нажмите кнопку «Добавить услугу» и настройте информацию об услуге. Укажите название услуги. Например, «Классический массаж». Добавьте название для онлайн-записи. Обратите внимание, что если это поле не заполнено, то название в виджете онлайн-записи будет использоваться из поля «Название услуги». Укажите название в чеке. Если поле не заполнено, при печати чека будет использоваться значение из поля «Название услуги». Выберите категорию «Услуги». Добавьте изображение, которое отражает суть услуги. Укажите минимальную и максимальную цену. Если цена фиксирована, введите одинаковое значение в поля «Минимальная и максимальная цена». Выберите из списка систему налогообложения, которая используется в компании. Поставьте галочку, если возможна только групповая запись на услугу. В открывшемся окне укажите вместимость группы. Поставьте галочку, если хотите, чтобы на услугу была доступна онлайн-запись. Если снять галочку, клиенты не смогут записываться на эту услугу онлайн, но администратор сможет делать записи на нее в электронном журнале. Если в вашей компании подключена опция «Онлайн-оплаты», укажите, будет ли у клиентов возможность оплатить услугу онлайн. Подробнее о том, как подключить онлайн-оплату, смотрите в нашей базе знаний. Ссылка на статью в описании к видео. Шаг вывода влияет на интервал между услугами в виджете онлайн-записи, а шаг поиска – на поиск первой доступной услуги. Например, если вы хотите, чтобы ваши услуги отображались в виджете онлайн-записи раз в час, то укажите шаг вывода интервалом в один час. Значение «Шаг поиска» оставьте по умолчанию. Установите даты онлайн-записи. В открывшемся окне укажите начало, окончание и даты, доступные для записи. Укажите время начала и окончания поиска сеансов. В виджете онлайн-записи при записи на эту услугу будут доступны только сеансы, которые попадут в этот интервал. Обратите внимание, что эта настройка работает только при включенном шаге поиска. Добавьте описание услуги. Здесь расскажите об особенностях оказания услуги, материалы, преимущества и прочая информация, которая поможет клиенту сделать выбор. Настройте автоматическое уведомление для клиентов с предложением снова совершить визит. Уведомление будет отправляться, если в течение указанного периода клиент не совершил запись в компанию на услугу. Подробнее о настройках уведомлений мы расскажем в отдельном видео. В конце обязательно нажмите кнопку «Сохранить». Добавьте все услуги во все категории. Чтобы отредактировать уже существующую услугу или удалить ее, нажмите на кнопку «Изменить». Для удаления услуги нажмите кнопку «Удалить». Для быстрого включения и отключения онлайн-записи нажмите на переключатель «Онлайн-офлайн» рядом с названием услуги. Услуги и категории можно перемещать по списку. Для этого нажмите на кнопку слева от названия услуги и перетяните строку на нужное место. Эта последовательность отображается в виджете онлайн-записи и при создании записи в журнале. При необходимости список услуг можно загрузить из Excel, а также выгрузить в Excel. Чтобы добавить услуги из Excel, нажмите на папку с названием категории. Откроется новое окно. Нажмите на кнопку «Операции с Excel» и в раскрывающемся списке выберите «Загрузить из Excel». Подготовьте файл со списком услуг с указанием их названия, минимальной и максимальной цены. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы и нажмите кнопку «Загрузить». В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы. Название, цена от «Минимальная», цена до «Максимальная». Нажмите кнопку «Сохранить». Y-Clients работает как с отдельными организациями, так и с сетями, в которых несколько филиалов. Если у вас несколько филиалов, где действуют одинаковые услуги, добавьте услуги для всей сети. Более детально о настройке сетевых услуг мы расскажем в отдельном видео.